Вот есть два разогламированных комплекса, российский С-400 и Патриот. Все про них. Патриот стоит в очень многих странах мира, вооружение армии, считается очень таким продвинутым. Учиться надо больше, чем полгода даже на нем. Самое длительное гусени. Да, захватывает 25 километров, сбивает по идее практически любую цель, может ввести чуть ли не 150 целей одновременно, их обсчитывает, там приоритеты. И все такое. Со 150 километров захватывает цель, в том числе ракету. Классная штука. Насколько она надежно работает? Никто не проверял. Еще раз, сколько он стоит? Миллиард 200. Миллиард 200, может, он миллион 200. Миллиард 200. Нет, я не сказал миллион, а вот тысяч. Я говорил, что миллиард 200. Он очень дорогой. И смотрите, недостаток режима проб, пишут даже в Википедии, он нуждается в специальном спутнике, который находится на орбите. Спутник хватает. Этот спутник должен заранее сообщить на локационную станцию ПЭТ, координатор ракеты и траекторию ее полета. Я думаю, что сейчас нет проблем. Нет, я об этом расскажу, поскольку я сейчас рассказываю только о первом элементе настоящей ПРО. О первом элементе, то есть чем сбивать будет. Только пока об этом. Так вот, иракская война и все прочее. Никто не атаковал всерьез позиции американцев более-менее приличными ракетами. Ну да, там только скады у них были старые. Извини. Это совершенно не то. То есть как работает ПЭТ, равно как работает С-400, никто не знает. Я думаю, что С-400 мы таки проверим. Они выставили дивизион С-400 на перешейке в Крым. И в Мозырь они поставили, прямо у нас под границей. Ну, в Мозырь мы сейчас не поймем. А вот туда-то мы поймем, ты таки, Нептуном, Гарпуном, в ту сторону. Зачем они не поставили? Чтобы наши крылатые ракеты не полетели на Севастопольскую бухту. На бухту базирования Черноморского флота. А они поставили, чтобы эти наши ракеты потенциально перехватить. Вот этот вариант столкновения двух видов техники мы очевидно увидим. А в Мозырь мы стрелять не собираемся. И то, что мы там атакуем на территории России какие-то объекты. Маленькие-маленькие беспилотники, которые практически не дают цели. Которые, я извиняюсь, можно привезти в машине, где-то там поплести, выпустить. Он тебе раз и прилетел. Ни ПВО, ничего его не видит.